добрый вечер я оксана байрак и это шоу о чем молчат женщины каждую среду ко мне приходит героиня которая стоит перед непростым порою судьбоносным выбором что делать если твой любимый не делает предложение выйти замуж стоит ли женщине продолжать такие отношения в надежде на лучшее или она должна принять кардинальное решение разорвать такие отношения и покинуть даже любящего мужчину этими вопросами моя сегодняшняя героиня прекрасная елена задается уже целых шесть лет что для тебя самое ценное моя семья кого ты любишь я люблю свою семью и она отвечает мне взаимности ты счастлива не совсем чего тебе не хватает для полного счастья я хочу замуж но мой муж против он не хочет на мне жениться то есть вы не муж и жена мы женаты только на словах наша семья это как бы понарошку официально мы не женаты скажи пожалуйста история отношений и что смущает мы знакомы с моим мужем уже шесть лет познакомились мы на сайте знакомств у нас было очень интересное первое свидание какое ну во первых он сказал что он младше на 7 лет чем есть на самом деле ясно во вторых он сказал что он менеджер там что не младшего звена и он едет на метро и мы встречаемся возле метро я прячу свою машину в кустах думаю ну как бы не смущать буду менеджером мало ли люди по-разному реагируют думаю чтобы не вызывать каких-то комплексов подошли прообщались мы просидели в кафе в 12 ночи уже сидим как бы понимаем метро закрыто я уже как-то думаю господи тошна такси и куда-то сейчас уезжай потом возвращаться за машиной но мы так медленно идем уже проходим метро доходим это харьков центр города и тут пустая улица стоит два автомобиля я уже как-то так машинки думаю наверное поеду на машине придется как-то сказать он такой тоже как-то смущается тебя подвезти в смысле говорю вот моя машина ну так получилось соврала это можно смеется это моя машина и него так вот встает рядышком или же машины сказали друг другу почему-то не сказал он год ну я не хотел чтобы знакомились с моим мерседесом я хотел чтобы знакомились со мной скажи пожалуйста сразу понравился да очень обаял причем я не думала что это свидание затянется до 12 вечера я думала ну сейчас там кофе попьем и буду как-то так искать повод красиво уйти домой пораньше а здесь сказал что до 12 ночи до обаял своей харизмой очень много интересного рассказывал его прям вот заслушалась вот как девочка не знаю на уроке истории с открытым ртом и все мне казалось таким вот прям сказочному волшебным понравилось внешне сразу как-то поняла по по человеку да потому что ну заинтересованность точно было не а вот это да она так как бы в химии случилось да правда еще был такой момент он задал вопрос что ты ищешь на сайте и я вообще честно говоря даже не ожидая самой от себя вот смотрю на человека ему так в лоб я хочу замуж что на это ответил сказал да хорошо лен а ты спросила его что ты ищешь на сайте у него на сайте сразу было написано мы это обговорили сразу что да он ищет себе женщину для серьезно для серьезных отношений да как бы вот очень приличная анкета что было потом потом он как это и исчез я даже как-то так думаю ну как такое было прекрасное свидание тут вроде как тишина вообще там практически на месяц а на первом свидании мне очень много рассказывал о пелевине вот обязательно надо прочитать поколение пея значит читаю немедленно да естественно этой же ночью так быстренько что такое читают и через месяц приходит мне сайта знакомств такая фраза ну как пелевин я понимаю человек появился говорю ну как плевин ничего потом как произошла встречи как пришли к семейной жизни а как-то так получилось что мы уже встретились второй раз и больше не расставались вместе начали там как-то друзья ночевки сначала поехали там друзьям на дачу и вот как-то вот вроде вот вот сразу же это было насколько понимаю 6 лет назад назад и до сих пор ходишь в статусе гражданской жены хочется фаты хочется красивого платья хочется обручального кольца или нет нет хочется какой-то определенности потому что чему-то ну или с годами или с развитием наших отношений все чаще сталкиваюсь с вопросом когда просто люди подходят а вот так вот файмильяр на там в лоб а вы что там не жената кто вы тут вообще друг другу первый звоночек был такая не очень приятная история у нас произошла в банке когда мы оформили семейные карты и по договору нам надо было оформить семейную страховку и когда мы пришли управляющая банком вот как-то так лоб сразу спросила вообще кто друг другу но есть такое понимание гражданская жена гражданский вот она посмотрела документы говорит вообще в серии девушка вообще тут кто и это был такой какой-то первый такой ушат воды думаю действительно я вообще тут кто стали подрастать еще дети что-то видимо происходит у сына в школе потому что он приходит и задает вопрос а мама кто мне валера ну то есть валера вы воспитывает с трех лет это тот возраст которого принципе себя ребенок начинает помнить и он знает и помнит только валеру то есть он принимает в его жизни участие там школы тренировки болезни покупки то есть какие-то обсуждения он папа но ребенку задает вопрос он говорит кто мне валера отчим говорю ну фактически не очень при очень это как я понимаю муж мама валера мне не муж и вот ребенок ходит вот у него сейчас как-то эти пазлы не складываются плюс сейчас я хочу дочку отправить учиться в израиль и мне надо заполнить консульские анкеты где я должна описать вот семейное положение с кем проживает ребенок сочи мам не сочи мама брак не брака а вопросы задают то есть это нужно как бы для даю рыда или или если мы не будем лукавить внутренне то чтобы хотелось уже не туда тоже есть потому что бывают там какие-то конфликты где-то что-то ну как любой семье где-то что-то там выясняем и когда он случайно там бросает нам фразу там не знаю ну так получилось что мы живем и в его квартире и в моей и все время туда-сюда переезжаем и когда он там бросает какую-нибудь фразу там что-то там дети сломали если это происходит в моей квартире это ну да конечно там жалко мебель но бывает что он может такое обронить там я на эту мебель зарабатывал там это моя квартира ах твое а где же тут мое ну я живу в этой квартире я делаю в нее в ремонт там я как-то навожу тут уют какой-то будет что-то по большому счету моя аура да и моя энергетика я очень я вкладываю туда душу я потом всю эту ночь не могу переспать утром забираю детей говорю едем к нам домой все и потом защиты себя правда да что все таки я ну как мы привыкли все славянские женщины привыкли быть замужем да то есть в общем в ожидании чуда в ожидании до чудо не чудо где-то вот это внутри она уже начинает раздражать начинают разда возможно я так реагирую на эти вопросы вот допустим там заселение в гостиницу в на одной фамилии это что же вы к этой фамилии то прицепились еще был такой момент вот в том году вот ну так произошло я попала в больницу и в принципе ну шансы как бы были очень плохие и вот тогда вот щелкнул очень большой страх за детей то есть что будет если вот сейчас меня не станет фактически у них есть папа но как бы я не могу доверить этому человеку своих детей валерия понимаю его сразу как-то ну кто что да кто он есть да это конечно очень жестко этот страх он никуда не ушел давай все-таки подытожим лен перед каким выбором ты стоишь что мне делать в этой ситуации мне оставить все как есть либо все-таки ну как-то собрать волю в кулак подумать о детях о будущем и прервать эти отношения любое твое решение лен будет правильно потому что она будет твоим но в этом вопросе конечно нужно разобраться глубже готова ты к этому да ну тогда давай поза этим я и пришла на диване справа у меня те кто уверен что серьезные отношения в паре должны быть обязательно подтверждены документально а слева те кто утверждает что если нет любви то никакая бумага отсутствие ее не спасет у нас в гостях девушка которая прошла официальные отношения леночка наш в очка она уверена что если бы не было официальных отношений то сейчас наверное какие-то и и материальные да благо и моральные было бы сложнее получить витая всех колы кажутся обы и знатой людина насправде то варты знаю разлучиться это справдя реальне речи в яких я переконуюсь зараз мы удружилась одразу після студентских роков мы молодые майже безработные и просто и шли вперед подчас того как я выходила замуж я не захотела сменювать свои прозвища тобто сам факт одружения и штампу в паспорті никогда не был метою и не был чем-то важливым и необходимым но чему зараз я вважаю что цей документ потребен тому что на жаль я заткнулась такою ситуацией в житті коли почуття стали неважливыми и в мене залишилася тільки відповідальність перед детьми и цю відповідальність по факту мушу нести я але штамп говорить про те що людина має розділити її зі мною в наших реаліях шлюк потрібен не для того аби підкреслити почуття а для того щоб показати що є стабільність і є офіційність і є на що розраховувати жінці ваша ситуація що штамп дал сейчас зараз він дав мені можливість на щось претендувати можливість казати про те що в людини є відповідальність і він мусить її нести а каких правах аких обязанностях ви говорите що собственно говоря произошло от того що у вас є штампик или нет штампика уверяю вас в семейном кодексі в главе касающеся обязанностей дітей і родителей даже слова нет муж і жена а только батьки або один з батьків какое отношение штампик в паспорті имеет дітям відповідальність вам і я готов свідомість адвоката съесть прямо при вас якщо хто-нибудь докажет мені що имеється хоть какая-то связь разниця в тому що якщо один із проживаючих в місті як ви говорите то якщо у вас є штамп і не дай боже случиться що-нібуді інвалідність ілі потери трудоспособності то моя жена обязана буде мене задержати пока у нього є така можливість до моєї смерти к примеру це перебуває і вторе і що ви лишаєтесь це ви переміщаєтесь в очереди при наследований при наследстві теж опять же связано со смертью с первой позиции жена имеет 1 на 4 і ще якщо вашого мужа мене к примеру ну вообще человека посадят в тюрьму вам буде сложнее попасть на свидание но ми все прекрасно знаємо о том що супруги однополій пари хотят наоборот щоб їх отношения були узаконені щоб вони получали офіціальний статус поэтому если в государстві є такая форма котре узаконені відношення между мужчинами і женщинами то почему ми должны бути проти і вона у нас в принципі йдет вообще самого первобытного нашого состояния потому що як ви говорили що жінчина должна бути замужем то есть жінчина создана для того щоб бути рядом с мужчинами обеспечивати їм бит урожати їм у дітей і почему то только у нас просматривається це все що семья это абуза какая-то почему семья это опора в первую очередь ваша і з точки зрения закона закон защищает того в браке кто хочет работать кто хочет не работает у нас на сьогоднішний день уже гендерное равенство да и один может зарабатывать деньги другой заниматься воспитанием детей и закон обеспечивая для этих супругов равные права ну почему же не защитить одного в браке и не дать права другому в ман в мене є досвід життя за кордоном наприклад в канаді де в мене є знайомі яким за 50 вони живуть у шлюбі більше десь 15 років в них двоє дітей в них маса спільно набутого майна вони ведуть разом господарство і вони не планують одружуватись в них прекрасні стосунки в них не стоїть питання зовсім тому що їхнє законодавство воно їм гарантує незалежно від того штампу все ті ж права нам на жаль в нашій країні ситуація з якою справді я можу зараз експертно говорити шлюб потрібен елена сказала о том що вот с ней случился неприятнейший да инцидент она попала в больницу если не дай бог с ней буш не б случилось она не хотела бы оставить детей на попечення родного отца опекуном она хотела бы оставить мужчину которого она любит да и если бы он был официальным супругом конечно у него было бы больше прав или нет лена я вас расстрою даже если небо упадет на землю ваш муж при паспорте спас печатью в паспорте еще чем-то никогда не выиграет право опекунства у родного биологического отца никакой связи между вашим браком в паспорте и будущем ваших детей в случае вашей смерти нет вот мне прям хочется возразить прям я не могу сдержаться потому что ну вы говорите про одну ситуацию а есть ситуации когда возможно если дети будут усыновлены то есть если их родной отец от них откажется у нас нет понятия отказаться от детей можно только лишить родительских прав а для того чтобы лишить он должен ну как минимум давайте так сделаем хотя бы пойти на согласие с таким исковым заявлением что тогда происходит с каким-то наследством которое я боюсь что уйдет просто к отцу детей наследство ваше уйдет не отцу ваших детей а вашим детям потому как с вашим отцом детей как я понимаю вы не имеете никаких юридических отношений правильно но если он автоматически становится от веконом он может распоряжаться имуществом интересов детей что происходит все равно с наследством но муж и претендует правильно в какой он тогда идет первенстве если вы замужем наследником будет в том числе ваш официальный официальный муж конечно и более того будет в первой очереди наследования более того вам скажу сначала выделят его совместная доля его из имущества так как его часть и только остаток будут делить между всеми кто был дети там ну вот еще один плюс в нашу сторону потому что если имущество приобретено в браке то она делается в равных частях между супругами а уже эта доля супруга который умер уже делится между остальными наследниками адвокат адвокату рознь это я вам говорю как коллега напишите завещание и не имеет никакого значения замужем вы или нет совершенно верно но если ваш супруг нетрудоспособен то он будет иметь обязательную долю в наследстве и на их спросить тебя скажи пожалуйста а валера готов усыновить детей у нас не стоит вопрос усыновления мы не делим детей у них есть биологический папа все как за мужчину привести к тому чтобы все таки случился этот официальный союз здесь важно взаимоотношения этих людей почему один человек не хочет расширять эту зону своей ответственность если мы узнаем ответ то возможно вы предложить то есть чтобы другой человек согласился взять ответственность ему должно быть выгоднее та позиция на которую он идет чем та позиция на которой он до прибывает ему должно быть не только он что он будет ответственный а то что ему должно быть лучше в браке официальном чем без официального брака по любому увеличение обязанности это ухудшение ситуации человека о чем вы говорите не только в браке есть обязанности браке есть еще права есть ведь мужчины которые за женщинами бегают и просят выйти замуж и статистика говорит о том что именно мужчины после 50 лет очень хотят у законения отношений это психиатрическая проблема у вас тоже явно психиатрическая если вы прям сильно так боитесь я боюсь я третий раз женат я женат третий раз официально и да и все три раза я расписывался потому что они просили а мне было все равно я не боялся ни ответственности не того что я очень легко разведусь с этой ответственностью я просто знаю что делать в любой ситуации поэтому женщине хочется я пошел расписался с ней не хочется не расписался я вам скажу откровенно кстати вот на тот вопрос почему вот он не хочет на него ответил давно уже булгаков помните там приходит швонгер к профессору да и купите облигации этих детей не хочу не хочу не хочу это все просто не хочу не думаю даже в этом не хочу за каждым не хочу стоит причиной подоплека обязательно за каждым не хочу стоит страх у меня просто вопрос психологу я уже начинаю думать что это во мне что-то и меня надо лечить от желания выйти замуж вы сформулировали очень категорично но часть правды в этом есть ну то есть само понятие вот вашего настаивания она дает второй стране от ощущения нагруженности то есть сам процесс который ленка но с другой стороны у нас мужчины до такой степени разучились брать на себя ответственность что вот мы их начинаем защищать ведь лена когда встретилась впервые с валерием что ты делаешь на этом сайте знакомств она просто честно сказала я здесь не для не для случайных отношений не для легких отношений вы просто сказали честно я хочу замуж я хочу серьезных отношений правильно то если ты не согласен зачем выйти на второе валер спасибо вам кстати огромное что вы пришли ко мне в гости очень хочу спросить вас по че-му брак не приносит мне ничего вот у вас что ну брак да вот брак ответственность за что во первых я уже был женат один раз то есть и мой опыт дает мне понимание что штамп в паспорте не сохраняет ничего не отношения не любви второй вопрос наверное чуть чуть более глубже давай мне ну мне 50 лет и как бы в роли жениха ну как-то уже я не знаю даже вот да боже валер мне 56 а я еще в роли невеста себя вижу бы же рассталась 1 декабря с третьим мужем вы что такое говорите прям хочешь так как есть так как есть вот на свадьбе то взятом дети мои внуки и жених молодой ну как-то вот тут где-то вот тут наверное есть какой-то комплекс валер посмотрите какими глазами лен на вас смотрит да нет но я понимаю каждое слово я понимаю шестой год пытается все таки понять то есть вы стесняетесь какой-то мере до дождите но пойдите тихо и тоже не говорит о том что сейчас фото в три яруса вы значит там с каким-то бантом или гвоздикой вот кричим горько и внуки несут фату невесты или ваш фраг как то есть общество в котором живешь вот как вы представляете мне жениться ну скажем так тихоря да или вы говорите как-то мне неудобно а неудобно конечно у меня уже то есть взрослые знакомые у всех дети внуки и вдруг вот дядя валера свадьба маленькие детки ну как же так ну что же я опять-таки повторяю это же не ресторан на 250 человек все сидят кричат истерично горько сладко воруют там какие-то туфли уже не помню что делали на этих страшных свадьбах не пьют просто взяли прекрасную женщину которую вы любите который вы живете 6 лет за руку сказать дорогая пойдем у меня для тебя сюрприз приходите великолепная женщина если вас раздражает вас медельсона ничего страшного возьмите фи из моих фильмов музыка тишлера все все красиво я прошу прощения мы же начали с общества сегодня условно говоря мы шли свечеринки неженатыми до через три дня мы приходим на следующую вечеринку в гости даже женат а вы паспорта на вечеринке показывает в кольца то надо или как гли то в вольер подождите подождите мой дорогой вы сейчас как стали общество вам жить с обществом или вам жить с этой женщины которая мечтает о том чтобы стать вашей официальной жены просто ваша женщина хочет быть вами признаны вот хочет она быть вашей супругой официально ну что ж так прямо страшно мне кажется что вы лукавите ну где-то да а вы спросите у валерия какой у него был первый развод был раздел имущества это отличная тема первый развод произошел очень как мне все потом говорили очень благородно я взял спортивную сумку с вещами все оставил и ушел и валерий 50 лет и он не хочет сейчас второй раз выходить хочу и сумка не 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 уже сложно валерий уходил с общей площади да вот здесь же мы услышали есть площадь елены есть площадь валерия валерий материальная в данном случае не играет никакой никакого значения на самом деле играет если здесь пошла речь про юридические вопросы что в браке в первую очередь это вопрос имущества и второй вопрос если что решение про здоровье и смерть вы не готовы чтобы елена распоряжалась вот этими вопросами я прекрасно по ним понимаю 6 брачные контракты есть какие-то общие договоренности ну в конце концов да есть вот завещание юридическая сторона вопроса меня как-то беспокоит меньше что тогда беспокоит больше как этот вопрос не возникал остров у меня здесь на ступеньках за присутся девушка которая 19 лет находилась в браке ольга рожок в браке появились трое чудных детей после 19 лет брака вы расстались что вам дал штамп я решила уйти от мужа и он ничего больше не придумал как просто захотела уйти уходи забирай детей забирай свои личные вещи и все так сложилось что ну семейный бюджет естественно был общий но все имущество покупалось на имя мужа у меня никогда даже не возникало мысли о том чтобы как-то там делить ну мы же в браке до любовь морковь все дела когда стал вопрос что я уходила я попросила всего лишь навсего забрать свою машину на что мне муж сказал нет мне пришлось обратиться в суд и в данной ситуации штамп в паспорте мне очень сильно помог потому что на данный момент я могу претендовать как оказалось не только на свою машину от чего мой муж естественно тоже сейчас очень сильно без есть презумпция совместной собственности то есть если вы находитесь зарегистрированном браке то считается что это все совместное на самом деле скажу из моей практике ла масса историй зависит от того на чьей стороне когда у меня были женщины которые уходили в одних стрингах будучи в браке и которые были не зарегистрированном отношениях но получали при этом половину того чего хотели стрингом они получали все зависит данной ситуации от от опыта адвоката а главное еще если женщина настойчива целеустремлена и мстительно о мы все выиграем уверяю вас я сужусь с ним уже семь месяцев более того сегодня утром я узнала что такие суд на моей стороне и все его на все имущество наложен нарез арест то есть она таки подлежит разделению тут вопрос вы знаете немножко больше детей я все-таки это делаю больше для детей не для себя а смотрите какая сейчас смена ролей в обществе происходит обычно мужчины уходят оставляя все видите как сейчас нормальные нормальные мужчины так делают знаете я соглашусь с еленой что действительно для того чтобы до конца полностью понять человека с которым ты живешь нужно с ним развестись и тогда ты узнаешь просто такие истина вообще но тем не менее я на данный момент официально в разводе и я абсолютно за второй брак если у меня тоже официально тоже до психологии очень очень интересное такое явление описано что при разрыве мы начинаем видеть человека настоящим но потому что пока мы вместе пока мы в отношениях мы немного на человека транслируем свои представления о том какой он женщина она же все равно существо такое проницательное да и даже если мы видим какие-то минусы и если бы мы увидели в чужом человеке мы с этим человеком может быть не стали бы общаться но она же идет обманка это мой мужчина если я с ним значит я я это принимаю если не понимаю я пытаюсь его извинить и особенно если у меня еще есть от этого мужчины дети ну что ну хорошо моё это же классический украинский брак когда мужчина рано или поздно ложится вводить диван а женщина все на себе все на себе не только украинский славянский скажем так славянский да в целом мужчина еще лежа на диване потом говорят внимание не хватает что-то вообще мало это вообще что ты в халате тут ходишь а ты как бы там в чулках бы прошла что ли с борщом да ребенок что ребенок кричит что четко не выспавшись а че ты без макияжа а че ты в общем ну ну привела все как-то в порядок я вот тут пивка попил и так далее да любой мужчина не только я просто мужчина сам по себе творение такое господне что уже нужно на него на него молиться как эта мысль вам и женщинам не приходит в голову я просто поражен доволимся с утра до вечера а у меня знаете какой какая мысль пришла что мужчины существа женщины создания все хорошо я не претендую вообще в принципе не на что с той стороны но я не хочу не дай бог что-то случится проживая с ним в одной квартире вдруг осознать ну была такая ситуация этот страх во мне есть я не хочу чтобы мне пришли и там буквально через полчаса сказали милая свечами на выход твоего здесь ничего нету тоже ваша квартира у нас есть две квартиры мы живем в двух квартирах 2 квартира 2 1 их ваша одна из них нет мы вместе свечами с детьми пересекаемся все время переезжаем из одной ну и что что вас смущает но собрала вещи пошла в свою что не так? Неприятно. Я не хочу, да, так раз и так, милая, на выход, кто ты здесь? Вообще не вопрос. Переедьте в другую квартиру и выгоняйте его. Пожалуйста, ваше тщеславие будет польщено. В чем тут тщеславие? Ну я не знаю, что вы хотите, просто я тоже не могу понять, а что вы хотите, зачем вам этот штамп? Вы живете, у вас все хорошо, ваш муж не хочет жениться, и вы тем не менее 6 лет... Что, что это? Хорошо, конфликт интересов. Я хочу, он не хочет. Да. Но я-то хочу. Кто-то должен уступить? Женщина хочет. Я 6 лет уступаю. Сергей, вам легче говорить, потому что вашим женщинам, если они говорят «хочу», вы говорите «да». Не-не-не, ну что вы. Почему? Ну, во-первых, я не всем женщинам, которые хотят. Нет, я сейчас сказала о троих. Да, я понял. Но эти трое, да, на самом деле, я просто, исходя из того, что женщина имеет каприз, ну не вопрос. Нет, почему каприз? Это важное для нее, это то, что важно для женщины. Да, хорошо. То, что вы называете важным, я называю капризом. Вот поэтому вы и развелись, что очень печально, потому что важные вещи для женщин, для вас каприз. Нет, не правы. Не поэтому. Валерий, почему вы считаете неважливым бажание? Это единое бажание, которое вам озвучивает ваша дружина. Почему вы не ценуете его? То для нее это важно. Ценую, не ценую. Здесь вопрос же не в этом. То есть Лена не ставила вопрос там, скажем так, ребре-брум. А если, например, поставит Лена условие, острее такое, значит так, если на меня не женишься, я от тебя ухожу. Ой. Да, ой. Вот вам ай. Не, ну так я даже не знаю, чтобы я решил. Знаете, знаете, вы просто говорите. А можно и знаю, сказать не хочу. Знаете, вы сказать боитесь. Он сказал такую фразу, которая меня держит в каком-то, знаете, я вас слышу всех и не слышу. То есть, что означает фраза «я живу с тобой шесть лет, мне с тобой комфортно приходить на вечеринки», то есть, тебе со мной все время удобно, а вдруг объявить меня своей женой, прийти на эту же вечеринку, это что это? Это стыд, позор или что это? Нет, подожди, подожди. То есть, мне в этом же вопрос был. Я имею в виду, как вот, я имел в виду в контексте гостей. То есть, мы никого не приглашаем. Тихаря поженились, здрасте, мы поженились. Но вас же воспринимали до этого момента как мужа и жену. Так а что тогда меняется? Вообще странный вопрос. Как меня воспринимали? Если он меня воспринимает, вообще непонятно. А почему он воспринимает вас как жену, это видно. А почему мне прийти на следующую вечеринку с огромной бутылкой? Друзья мои, случилось то, что случилось. Мы наконец-то расписали. Вообще, мне безумно повезло, она согласилась. И люди порадуются за вас. Лена, ну и более того, вот эти сомнения, и здесь же такой, ну вы ставите вопрос, я думаю, расходиться или не расходиться? Вы что думаете, что если у вас будет штамп, у вас пропадет этот вопрос, расходиться или не расходиться? Он же у вас уже есть. Нет, мне кажется, что если будет штамп, он ставит такой вопрос, то он наконец-то разрешит это сомнение. Ему со мной стыдно или ему со мной не стыдно? Хочу быть или не хочу? Вы немного неправильно поняли контекст. Мне абсолютно не стыдно будет сказать, что Лена моя законная жена, что я ее люблю. И это тот честь, с которым я хочу прожить жизнь. Мне кажется, что если штампик поставить, то эта идиллия рухнет. А я думаю, что нет. Мне кажется, что женщина изменится, и поведение изменится, мужчина начнет страдать в этой калии. А так он привык уже. Так он как раз успокоится, потому что я успокоюсь. Он привык, его это устраивает, у него нормальная ситуация. Так все правда, опять-таки вы говорите о мужчине. А мы говорим, что эта идиллия не рухнет, потому что женщина отпустит наконец себя и не будет вечно в этом напряжении психологическом. Я хочу обратиться к Анечке Сравицкой, которая столкнулась с проблемой того, что ей не предлагали никогда выйти замуж. Но Аня находится в положении. Я была в гражданском, можно так сказать, братья. Но у нас так получилось. Но чтобы вернуть время назад, я бы сделала все возможное, чтобы так не получилось. У меня муж африканец, у него не было документов. И я забеременела. Вот так вот мы начали жить. У меня от первого брака есть ребенок, сейчас второй, и жду я уже третьего. Муж в данный момент живет в США. А я ему никто. Ребенок родится, ему тоже никто. То есть второй ребенок сейчас это от него тоже? Да. Вам не кажется, что африканский Андерсон? Скорее всего. Что просто это сказки? Это я сейчас понимаю. Тогда, когда я забеременела Оливером, и у меня вся любовь, я все покрывала. Все, что он мне говорил, ну да, это все правда. Анечка, скажите, пожалуйста, вот такая нечеловеческая какая-то любовь к этому прекрасному африканскому парню. Он зарабатывал, этот мужчина. Он, не знаю, окружал вас заботой. Какие положительные черты этого мужчины? Он очень хороший папа. Он очень внимательный. Он настолько за мной ухаживал, настолько все было супер-пупер. Почему он оказался в США? Так как ему здесь не дали гражданства, его отправили в третью страну. Не в его страну, в Африку. Конго здесь не имели права уже оставлять. Его отправили в США. Господи, ему повезло. Отлично. Люди мечтают уехать. А этого еще за государственные средства отвезли. Подождите, он получит гражданство. Берите обоих. И в посольство. Это граждане США. Вот. У нас нет ничего. Что я ему скажу в посольстве? У меня там папа. В посольстве скажете, ДНК покажете. Еще надо доказать, что он здесь находился. Он будет говорить о том, что он здесь находился нелегально. Но это надолго. Надолго? Зато какой выхлоп. А если бы они были в браке, все было бы значительно лучше. Почему вы после рождения первого ребенка от него не сказали, дорогой, у меня от тебя ребенок, давай распишемся? Он, я делаю документы, вот мне дадут документы, сразу пойдем распишемся. Второй ребенок на нем был записан, когда родился? Нет, не был записан. А сейчас мы уже через суд записали уже на него. Но суд так долго и шел, что его быстрее отправили в США, чем в суд. Лихо закручена драматургия, честное слово. На самом деле у нас есть еще один плюс в сторону брака, потому что признание отцовства в браке идет автоматом. А если стороны не в браке, то тогда либо стороны пишут совместное заявление, либо мама делает выбор, что она мать-одиночка, либо это делается по решению суда. Ваша ситуация, здесь, конечно, можно сочувствовать, потому что я хочу, чтобы смотрели наши зрительницы вашу историю и понимали, что так оголтело и безрассудно, даже глупо уж, извините, поступать вообще нельзя. Я бы просто закончила отношения и все на этом. Все, вот сейчас смотрю на пару, почему не хотят? Штамп, он тогда будет стоять, он мешать не будет. У вас, в принципе, как было, так и будет. Мне кажется, что я, Валерия, понимаю, вы до него не донесли, что это вам так важно. Вы хотите получить спокойствие, защищенность. А он считал, что если вы с ним живете 6 лет и активно не кричите об этом, не устраивайте скандалы и так далее. Просто он хотел, чтобы вы чуть-чуть активнее говорили. Он делает очень такие хитрые, красивые ходы. Когда он видит, что уже какой-то вообще вот точка кипения, и вот сейчас я взорвусь, он такой вдруг, люблю. И раз мы идем, покупаем мне новый автомобиль. И я так, знаете, вот знаете, как такой красивый жест. Отлично, отлично, вам просто повезло. А вы, конечно же, как всякая женщина. Я же такая, все, мне как вот у лошади завесили. Да, да, шоры. Да, шоры завесили, я такая, ну, раз любят. Боже, купил автомобиль, круто. Ладно, подожду. Конечно. А первый брак, два детей, да? Да, от первого брака. Официальный? Нет. Так у Лены это традиция уже. В смысле? Хотеть замуж? Да, хотеть замуж. Это же такой момент, что вы как-то находите себе таких партнеров, для которых это не важно. И здесь же вопрос не в партнерах, а здесь вопрос в том, какая внутренняя матрица и какой внутренний выбор вас толкает на выбор таких партнеров, которые не разделяют ваши какие-то ценности. А потом вы же им выносите мозг. Лен, скажи, пожалуйста, вот в первом браке хоть намек был, когда вы встречались, или когда вы стали жить вместе, на то, чтобы официально сочетаться браком? Да, да. Но ты отказалась? Да. А почему? Скажем так, я даже засыпала с мыслью, господи, если ты есть, ты просто этого не допустишь. То есть там была совсем другая ситуация, да? То есть человек хотел, чтобы вы расписались, а почему такая мысль, в общем-то, ужасающая появлялась? Ну, я точно знала, что я не хочу прожить всю жизнь с этим человеком. Я не любила его до такой степени, чтобы прям вот выходить прям вот замуж. Ну, вот у меня есть какой-то сдвиг, вот замуж надо один раз и навсегда. Вот не принц он был. То есть не хотела замуж за этого человека, да? Но детей хотела от этого человека? Я думала, что он будет прекрасным папой. Что вот на роль папы он годится, а на роль мужа нет. Подтвердилось, в общем-то, подозрение, что он будет прекрасным отцом? Нет. У него уже был до этого ребенок, и я видела, в принципе, как он стремится к общению, как они общаются, как он помогает ребенку. То есть это была модель как бы для тебя того, как он будет общаться с твоими детьми, и вообще каким он будет отцом, да? Да, ну это уже я, конечно, потом поняла, что эту модель, скорее всего, выстраивала просто его первая жена, и она как-то, ну, притягивала вот его этого отцовства. Я не стала этого притягивать и играть в роль навязанного папы. Сколько было тебе лет? Когда я родила первого ребенка? Первого ребенка. 25. И мне казалось, это катастрофа, я такая старородящая, почему у меня до сих пор нету ребенка? Я очень хотела ребенка, это было, наверное, как идея фикс выйти замуж, мне нужен был ребенок. То есть вообще это, по большому счету, какие-то социальные стереотипы, с которыми мы сталкиваемся, да? А может быть и сейчас ты хочешь официально выйти замуж? Ну, чтобы быть как все. Не самую последнюю роль в желании женщины оформить официальные отношения играет роль социума. И не только. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы провели интересный эксперимент. Давайте посмотрим. Абы вызначить ставление до василия партнерям, мы запросили три пары документ брака, то это обязывает родителей воспитывать ребенка, заниматься им, посылать в детсад, в школу и как-то финансово их тоже обеспечивать. Когда люди женятся, они сразу совмещают свои финансы, и они точно знают, что они не останутся без хлеба завтра, потому что они поддерживают друг друга. Самое основное раз – здоровое сексуальное життя. Ну и без него никак верность партнера. Даже если человек говорит, что здоровый нормальный секс партнером ему не важен, ну, это в бред. Все люди делают на подсознательном уровне, для того, чтобы род продолжить. Ну, допустим, продолжение рода тоже. Это то, ради чего можно задуматься, вступить в брак. Когда уже есть семейное життя, дитина, он не остается родиной, потому что это официальный шлюб. Далее пары должны сказать, что их больше лякает в подружном жизни. Если вы 24 на 7 вместе, то, скорее всего, у вас начнется вот эта рутина, и вы начнете друг другу надоедать. В случае того, если бы я потерял работу, то я ни в коем случае не хочу зависеть от своей жены. И, с другой стороны, не хочу, чтобы и жена от меня тоже финансово зависела, и была обычной домохозяйкой. Я тоже хочу, чтобы она работала, развивалась. Это большая проблема, и намного проще жить в отношениях, и любить друг друга, и если там разошлись, все, каждый раз ходится по своей стороне, со своим нажитом. Втрата романтики. Когда есть родина, нет времени ни на какой романтике, особенно когда есть ребенок. Лен, скажи, пожалуйста, что-то, что выбрали наши герои, тебя пугать? Мы живем вместе 6 лет. Что из этого всего меня могло испугать? То есть мы уже прошли много всего, и болезни, и здоровье, и какие-то испытания, и радости, и скандалы, и примирения, и потери романтики, и нахождения романтики. И я вот до сих пор обдумываю фразу Валеры. Валеры по поводу вечеринки, когда официальный мужчина, конечно же. Да, и вот теперь я знаю, что мне хочется. Я хочу, чтобы он принял это решение. Ему все-таки со мной стыдно, или ему со мной не стыдно? Значит, где-то на подсознании я чувствую то, что он ходит со мной рядом и комплексует, или как? Значит, прими это официально. Тебе со мной не стыдно, ты моя жена, и я гордо это несу. Все. Валер, а вы что-то для себя определили, знакомое? Я вот на самом деле, то есть, порадовался. У нас, наверное, идеальная семья, потому что меня из этого ничего не пугает. Вот вообще. И те проблемы, которые озвучили молодые люди, ну, от меня далеки, вот, честное слово. Пугает только штамп в паспорте. Нет, ну почему пугает? Ну, вот важность. Вопрос важности. А мне кажется, что здесь какая-то у них такая очень долгая игра происходит. у вас происходит такая, ну, типа, почему бы вам не, вот, у Берна описана такая игра «да, но». Ну, и мне кажется, что вам в этом балансе обоим хорошо. Нет. А сколько, кстати, в вашей машине последней? Два с половиной года. Пора менять. Вот. Старовато. Машину-то мы поменяем, говорит, не проблема, я уже даже знаю, какую хочу. Я вот в следующий раз за руль сяду после штампа. Вот, вот так, и все. Это мне развязывают руки. Мы здесь обсуждаем основные причины вступления в брак или отказа от вступления в брак. И это юридические причины, а не романтические. По крайней мере, с этим согласна Наталья Пасечник, старший редактор журнала «Эль Украина». Хотелось бы поговорить, почему я сижу на диванчике против, являясь замужней женщиной, замужем я 13 лет уже, вот, но почему-то я сижу здесь. Почему? Потому что, когда мы познакомились, два года мы прожили вместе и решили пожениться, ну, это было, наверное, потому что вот так принято. Ну, вот потому что, ну, а как? Ну, логичное продолжение развития отношений. То есть сработали социальные стереотипы? Да, да. И теперь, как бы, немножечко в этом разобравшись и посмотрев, как социальные стереотипы влияют вообще на судьбы людей, мне кажется, что, ну, это очень опасная такая вещь. И, ну, очень важно отвечать для себя все-таки на вопрос «Зачем?». Зачем это лично мне? Все-таки, как редактор «Глянца», скажите, тенденции мировые каковы? Ну, вот сейчас, как бы, больше выходят осознанные браки все-таки. То есть отходят вот эти вот все социальные стереотипы немножечко в прошлое и начинают звезды вести себя более осознанно. И отвечать для себя на вопросы все-таки, зачем им это нужно? Я бы хотела сказать вообще по поводу того, что сейчас очень сильно трансформируется вообще сам институт брака. Потому что все равно мир идет к тому, что о мультиячейке, то есть когда живет не два человека, да? Гостевые браки. Гостевые браки. То есть есть много-много новых форм, которые только предстоит как-то оформлять юридически. И ведь даже, например, вопрос всех этих регистраций там однополых браков, он же стоит, потому что этого, ну, много. Если 3-4 человека, например, живут вместе, такое тоже может быть, да? То есть вот как вот сейчас вот это юридически оформлять. Я, например, хотела бы вот мультиячейку. Ну, а еще плохо. Ячейка, это несколько шумей. Это две семьи или три семьи в одной квартире, да? Ну, удобно. За детьми есть кому смотреть, да. Вы сейчас жалеете о том, что вступили в официальный брак? Я не жалею, но если задавать себе вопрос, что изменил брак в моей жизни, что изменил штамп в паспорте в моей жизни, ничего. Если вам в паспорте напишут котик, у вас усы и хвост от этого вырастут? Ну, нет, правда. Многие женщины все же стремятся заключить брак из-за детей. Чтобы они не чувствовали себя, я применю такое странноватое слово, незаконорожденными. А что на самом деле чувствуют дети, которые оказались в этой ситуации, расскажет мой гость. Игорь. Моя позиция, что нужно стремиться к гармоничным отношениям, а не к официальному оформлению брака. Примеры этому мои родители. Вместе уже 26 лет живут хорошо, можно сказать, душа в душу. Если говорить о детстве, никаких проблем психологических у меня в связи с этим не было, что брак родителей неофициально оформлен. В свидетельстве о рождении у вас стоит прочерк или у вас нет? Нет, указано имя отца. Семью, я считаю, полноценной абсолютно. Даже в будущем, когда будут отношения у меня, для меня оформление брака это будет даже не второстепенным, а третьестепенным. И браво! Я счастлива, что ваши родители действительно без этого штампа прожили 26 лет. Игорь, скажи, пожалуйста, а были вопросы, может быть, в детстве, да? Кто мамам приходится папе? Нет, ну, они считают друг друга мужем, женой, просто что официально не оформлены. У меня в семье у всех три разных фамилии. И я не вожу с собой свидетельство о браке. Один раз в Германии спросили, почему у вашего ребенка фамилия не совпадает ни с мамой, ни с папой. Я объяснил все. А почему? У меня не родная дочь, я воспитываю приемную, но фамилия у нее осталась от отца. Моя нынешняя жена не меняла фамилию в браке. Она ставила девичью, да? Да, и получается, у нас у всех троих разные фамилии. Лена же начала с того, что ее ребенок, он спрашивает, ма, а кто же все-таки мне Валера, да? Как мне кажется, сейчас у моего ребенка в голове какая-то вот такая каша, ну, вроде как чужой дядя. Ну, хорошо, вот у вас будет штамп. Как муж мамы. Он станет родным? Муж мамы. Олена говорит про статус. Олене потребен цей статус для внутреннего «Вич у тебя себе». И моему ребенку нужен этот статус. А сколько лет ребенку? Девять. Девять? И она знает, что такое брак и что такое штамп? Ну, вот как-то это пришло в дом. Это же не я ребенку озвучила. Ребенок пришел и начал задавать эти вопросы. Вы мне говорите историю, которая касается непосредственно меня. Я хожу в школу своей дочери. У меня другая фамилия. Вся школа знает, что я не родной отец. Она называет меня папой. Все учительницы называют меня папой. Я подписываю контракт за ее обучение. И что? Дело в том, что ребенок еще считывает отношения родителя. То есть он считывает стыд родителя и начинает задавать эти вопросы. Елене стыдно. У вас не мает ее проблемы. У вашей дружины не мает ее проблемы. А у Олены есть потребность в этом статусе. Все. Валера, кстати, вот Лена так ярко описала первое свидание. Как вы запомнили первое свидание? Ну, наверное, точно так же. То есть мне добавить в принципе нечего. То есть яркая женщина, красивая, замечательная. ну, не глупая. Ну, почему нет? То есть сказать, что пришла любовь с первого взгляда, да нет. Но я как бы был впечатлен. Вы помните, что сказала Елена, да? Что Валерий не проявлялся месяц. За этот месяц, честно, встречались еще с другими женщинами, смотрели? Да. И поняли, что лучшее, да? Ну, то есть, да, было, то есть я понял, что она лучшая. И все. И вот мы вместе уже сколько лет. Спасибо за честность, что это не было прямо такой любви с первого взгляда, но Зарубинка, как скажем, на сердце осталась. Да. А этот месяц вы с кем-то встречались? Я дальше ходила на свидания, как на работу, по списку. Ну, я же зачем-то пришла на этот сайт. Я искала каких-то отношений. Человек пропал, я же не буду бить в колокола, возьмите меня, пожалуйста. Медленно, да. Я не пропал, я улетал в другую страну. И три недели меня не было. В принципе, вы в унисон шли к тому, что вы лучшая для Валеры, а Валера лучше для вас. Выслушав всех наших экспертов и за историей, и против. У тебя есть 60 секунд, у тебя есть минуты, конечно, это безумно мало, но это и безумно много для принятия решения оставаться в этих отношениях, ждать брака или нет. Да, я беру эту минуту. Леночка, выходи за меня замок. Это вам. А я приму это предложение. Лен. Ну, это прекрасно. Так, мои любимые, можно я вас обниму, да? Браво, молодец. Да, спасибо. Молодцы. Семейный портрет в интерьере. Прекрасно. Мне уже нравится. Сейчас я безумно рада, потому что я думаю, что на одну абсолютно счастливую женщину в нашем мире стало больше. Единственная Лена. И что я могу сказать? Горько. Сегодня женщины не молчали о том, каково это быть в неофициальных отношениях. И стоит ли мириться со статусом сожительницы, если он вам, мои дорогие, неудобен. Елена и Валерий сделали свой выбор. И мы безумно рады этому выбору, правда. Но каждая из вас должна решить сама для себя. Вы можете согласиться с нашей героиней, вы можете не согласиться с нашей героиней и поступать по-своему. Главное, мои дорогие, чтобы вы были счастливы. Ведь жизнь это не кино, и второго дубля не будет. С вами была Ксана Байрак, программа «О чем молчат женщины». Спокойной ночи. Встретимся на канале СТБ ровно через неделю. Спасибо большое. Я сегодня выхожу из свадебного салона без жениха, без платья, без фаты, без настоящего искреннего предложения выйти замуж потому что это вот как-то в студии произошло. А потом поехали домой. Он меня всю дорогу спрашивал «Теперь ты счастлива? Давай хотя бы дойдем до ЗАГСа, подадим заявление, а потом будешь спрашивать, счастлива я или несчастлива». Домой приехали и ничего не поменялось. Я уже начала задавать вопросы и кто-то сделал предложение «Ой, все-таки люблю, женюсь». А на второй день «Я не знаю, и мне это так надоело, хочу, не хочу, люблю, не люблю». Ну вот как-то вот так. Свадьбы не будет, платья не будет, сказки все-таки не бывает. Что я буду делать? Я, наверное, готова уйти, потому что я понимаю, что это надо все как-то заканчивать. Но это все ненормально. Я думала, что он даже не подозревает, что я уйду. Немає с кем поговорить про наболіли? Потребуешь поради щирої подруги? Заповню анкету на сайті «СТБЮІ» та стань учасницею проекту Оксани Байрак.